Добрый вечер, братья и сестры. Надеюсь, что хорошо видно. Напомню, что вопросы к эфиру можно записать под сегодняшней записью, где я об этом и говорю. Первый вопрос у нас про гаджеты. Наверное, тема очень злободневная. Она касается, пожалуй, любой семьи, где растут дети, да и не только дети. Я вспоминаю, как как-то пришел по просьбе одной женщины осветить квартиру. И когда я освещал квартиру, обратил внимание, что, во-первых, ремонт был от застройщика, хотя дома уже лет 40, может быть, 30, там, 5. То есть такой район города, который уже далеко не новый, а я помню, Линолеум лежит, как вот у меня в детстве, когда мне лет 5-7 было. Да, но зато стоит такой компьютерный стол и сверх модные, сверх навороченные, как молодежь говорит, вот эти атрибуты геймера, геймера, да, то есть большой экран, там педали, руль и прочее. И, пятое, да, оказалось, что муж, как супруга сказала, игроман, то есть она говорит, что вот он в какую-то свою игру, там, танчики, что ли, уже вложил полмиллиона рублей, хотя мы живем, говорит, у нас даже ремонта бы нет. Так что, да, это тема проблемная, тема, касающаяся не только молодежи, но и, в том числе, и взрослых мужчин. Вопрос, да, звучит так. Есть ли гаджеты у ваших детей, сын подросток, подсел на игры, пытаюсь ограничивать во времени, но он этим недоволен, так как отец сам играет на его стороне. Вот о чем речь, да? Как правильно ограничивать? Я думаю, что правильно вывести ребенка на разговор. Я не знаю, сколько лет, но вот подросток, значит, уже человек способен на диалог осмысленный. И вот видите, в чем проблема? У нас нет, поскольку у святых отцов в древности не было такой проблемы, игромании, компьютерного, виртуального мира, то они нам не оставили какого-то универсального, четкого ответа на вот такую проблему. Святые отцы говорили о страстях. То есть страсть, оно даже в переводе слово означает страдание. То есть когда человек сам страдает, он раб. Как Господь говорит, всякий творящий грех, раб есть греха. Феденька, выйди, пожалуйста. Выйди, малыш. Да, я иду. Ну ладно. Так вот, всякий творящий грех, раб есть греха. И если человек творит какую-то страсть, ну, например, пьет водку или безудержно играет в виртуальные игры и живет в нереальном мире, вы заберели, давайте спать уже ложитесь. То это страсть. И человек сам того неведомо страдает. И вот по-честному скажу, что у меня есть сын, тоже подросток, уже скоро взрослым юношей станет, Алексей. И вот у него, я наблюдаю, что он тоже пытается играть, там, в телефоне. Он психует, кричит. Да, кстати, вот он только что вошел в комнату, Федю забивали. Леша, я о тебе рассказываю. Поэтому мы об этом говорим. Об этом нужно говорить. Так что подойдите к этой проблеме следующим образом. Вы должны сесть и поговорить. Смотри, в тот момент, когда ты полностью увлечен, ты отдаешь свое время, юность, свою взрослеющую пору, прекрасную пору жизни в виртуальный мир, и превращаешь это все в то, что не существует на самом деле, а живет только в компьютере или в игре, в телефоне. Да, то в этот момент ты находишься в рабстве. Мы вот с сыном об этом говорим. Он, кстати, вот вникает. И вот тогда ограничивать гораздо легче становится. Когда вы достигаете некого консенсуса, да, когда вы вместе понимаете, что да, это проблема. Так что первая задача вам – убедить его, что это проблема. Первая задача – сказать, что это ненормально, когда ребенок или юноша или мужчина находятся в рабстве вот этого состояния. И еще второй момент уже не связанный с духовной жизнью, а чисто даже анатомическим, биологическим. Дело в том, что мы так устроены, что часть наших эмоций обусловлена выделением тех или иных гормонов. Это доказано, что игроман, человек, который играет и зависим от виртуального этого мира, он испытывает те же эмоции, те же чувства, что наркоман или пьяница. То есть это выделение эндорфина, гормона счастья, гормона радости. И об этом тоже нужно говорить и с сыном, и с отцом его. Что, ребят, вы понимаете, что вы с собой не справляетесь. Что вами владеет тот же механизм, который работает у алкоголика. Тот же механизм отделения гормона счастья, который работает у наркомана. Вы понимаете, что это форма зависимости. Если наркоманов сажают в тюрьму, алкоголиков лечат, то с вами, в силу безвредности для окружающего мира, алкоголик, понятно, может сесть за рульом, творить дело, наркоман то же самое. А с вами просто вы безвредны, вы такие тихие алкоголики. Вы у себя дома закрываетесь и не ебаширитесь. Но в сущности, в природе, ваша страсть ничем не отличается. Вот, короче говоря, вам нужно убедить. Ну, то есть, это сделать максимально спокойно, мирно, вдумчиво, аргументированно. Вот. И это будет первый успех, чтобы они согласились. Да, это проблема. Да, мы чувствуем, что нас это завлекает, нас это захватило, нас это не отпускает. А дальше вот и молитва поможет, и терпение, и любовь. Ну, конкретно с сыном надо ограничивать, да, я уверен. Ставить жесткие рамки. Без этого тоже никуда. Мир таков, что он не сможет жить без гаджетов. Но ограничивать, конечно, можно и нужно. Вы сами с ним должны это определить потом будете. Почему крещение Иисуса называется именно крещением? Словно, явно от слова крест происходит. Нет, не от слова крест. Это заблуждение. Крест и крещение нет ни одних коренных слов. Крукс, латинское слово, которое означает крест. И баптизмо, это разные. Просто в русской литерации звучит похоже. А баптизмо, отсюда, кстати, баптисты. И крукс, как вы видите, это очень разные слова. В оригинале они по-разному звучат. Так, в общем-то, вопрос о чем, да? Да, вот вы, кстати, заканчиваете. Может быть, так перевели тексты. Совершенно верно, проблема перевода. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что... Ну, ладно, я вернусь. В общем-то, Христос крестился не с тем же смыслом, что и мы крестимся. То есть, Христос своим крещением показал пример, образ, да, что через это надо пройти всем. Хотя Он зашел и вышел, Он не задержался, потому что на Нем не было грехов. Но пример Он показал, что через крещение человек обновляет в жизнь вечную. Как вы относитесь к тому, что, говорят, нельзя женщинам ходить по домам в первый день поста, а вот на 14 января тоже? Ну, не знаю, я впервые про это слышу, поэтому мое отношение, соответственно, ну, такое... Никакое. То есть, это какая-то форма суеверия. Не заморачивайтесь. Ставила в храме свечу за упокой родственников. Свеча упала. К чему это? Ну, к тому, что даже в храме законы гравитации тоже работают. Не больше и не меньше. Не волнуйтесь. Как правильно помолиться за упокой, если не знаешь, своей ли смертью умер человек или покончил с собой? Можно ли вообще-то делать? Узнала о смерти одноклассницы за 4 года. По слухам свела счеты с жизнью сама. Но слухи не всегда правдивы бывают. С ее родственниками я не знаком, поэтому правду мне никто не скажет. Дарья. Лучше всего в таком случае вам приобрести некий продуктовый набор и раздать милостыню для нищих, для людей, которые голодают, нуждаются. Накормите. В общем-то, дела милосердия являются, наверное, такой лучшей формой в случае, когда поминать усопшего приходится. Поэтому накормите нищих в памяти этой умершей девушке. Вот все, что я могу посоветовать на этот счет. Здесь, мне кажется, что похоже на самоубийство. По вашему описанию, я думаю, что все это самоубийство. Нет спокойствия души, постоянно тревожный, печальный миск и страх. Какую молитву читать, когда такое состояние? Ну, дело-то не в самой молитве как таковой, не в тексте, а в том, что молитва должна стать беседой с Богом. Тут, знаете, не важно, о чем ты будешь беседовать с тем, кто для тебя является Господом. А важно, ну, то есть, не важно, какие тексты, какие там слова подбирать ты будешь, а важно, какое настроение, с каким духом, с каким состоянием души ты будешь общаться с Богом. Это очень важный момент. И я думаю, что можно и отче наш читать. И Богородица Деврадости просто Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это молитва Иисусова, так называемая. Можно любую молитву читать, но важно, чтобы ваше сердце было обращено к Богу, как ребенок обращается к своему родителю. Чтобы там было доверие и любовь и благоговение. Не надо думать, что молитва – это некое заклинание. Прочитал и все наладилось. Нет. Молитва – это живое общение с живым Богом. Поэтому нам не нужно подменять молитву на механическое, какое-то алгоритмическое действие. Вот я прочла, и меня накрыла волна спокойствия. Нет, нет, так не бывает. Вот если так будем подходить, друзья, магическим таким немножко способом, то пользы от такой молитвы мало будет. В каких ситуациях можно получить благословение на развод? Про угрозу жизни и здоровью различной зависимости изменно знаю. А какие еще есть ситуации? Марина, вопрос. Ну, я знаю вашу историю и знаю, в какой ситуации вы оказались в другой стране. Это мне неизвестно. Давайте мы лучше в личных сообщениях поговорим, потому что это очень индивидуальный момент. Потому что там и склонение… Ну, я не буду все произносить, да, то, что мы знаем. Вы и я. Вот. Ну, поэтому это будет неэтично, если я буду раскрывать все детали на публику. Ну, я вам объясню, чтобы ваша ситуация там приемлема. Как подготовить детей к исповеди и причастию? 15-12 лет, если они в храме осознанно были только раз. Я думаю, что главное не перегружать ребенка какими-то формами поста и молитвенного правила. Как апостол Павел говорит, что мы должны все делать постепенно. Вот младенцы же кормят молочной пищей. Сначала пишет Павел Апостол, потом дают уже твердую пищу. Так и здесь. Не надо сразу нагружать впервые пришедших молодых людей теми нагрузками, которые мы несем перед причастием. Поэтому пусть это будет хотя бы приход натощак и исповедь. Более-менее сознательная исповедь, осознанная исповедь. И если вот с этого начать, а я, кстати, хочу сказать, что именно так я начинал. То есть мы не постились по три дня детьми, даже вот когда по 10-12 лет. Это все потом пришло. Потом мне самому захотелось. Мне потом объяснили, что вот повзрослев, давай, и мне самому захотелось. Но и в начале надо, ну, доступно, что это было. Поэтому пусть натощак приходят, исповедуются и причащаются. Этого достаточно в данной, тем более, они впервые переставили порог храма. Как исповедоваться перед причастием без слез покаяния? Если умом понимаешь, а сердце черствое, ведь исповедь с причастием будет не на пользу. Ну, на пользу или не на пользу, это не вам решать, а Богу. Потому что Господь и благие намерения человека целует. Если человек исповедуется, но нет слез, нет и глубокого раскаяния, но хотя бы намерение было, и желание проявлено, и инициатива. Так что, вот, вы знаете, лучше враг хорошего. Помните, такая пословица есть. Вот хочется лучше, чтобы слезы рекой шлились, чтобы умиление было, как у святых, чтобы нимб над вами засиял. Так не будет. А если так случится, то, скорее всего, это будет по гордыне. Вот парадокс добрых дел и вообще добродетельной жизни христианина не в том, чтобы мы перестали грешить и выполняли только добрые дела, благие дела. Парадокс в том, чтобы нас научить смирению. То есть от осознания того, что я никогда не смогу по-настоящему каяться, что я никогда не смогу полностью освободиться от всех грехов, осознание того, что я даже добрые дела не смогу делать, как нужно, как должно, приводит меня к состоянию смирения. Смирение перед Богом, перед ближними. Потому что в состоянии смирения человек перестает гордиться, надеяться не только на себя, задирать нос, высокомерничать, насмехаться над другими. То есть смирение – это глубокий покой, внутренний мир. Смирение – слово «мир». Смирился человеку, то есть в нем мир. Он знает цену своего «благочестия» в кавычках, что он каяться даже не может по-нормальному, что добрых дел у него нет, что грехов он не может, от грехов избавиться. И вот в этом состоянии смирения и есть главный смысл нашей духовной жизни. Бог знает, что мы от всех грехов никогда не освободимся. Вы же думаете, Бог не знает, что до последнего издыхания будем грешить? Но это не манифест того, что давайте а-ля, давайте теперь мы все будем грешить. Я не про то говорю. Надо реально, объективно понимать, друзья мои, что от всех грехов нам не избавиться. Потому что они въедлись в нашу природу, в наш характер, в наши привычки. Что добрые дела, даже когда делаешь, а ты даже добрые дела растворяешь гордостью, самолюбием. Вот какой я хороший, тщеславием, понимаете? А вот меня должны похвалить, отметить. Бог должен заметить, какой я молодец. Мы глубоко испорчены в этом смысле. И потому правильная духовная жизнь должна настаивать на реальное смирение. Господи, я даже добрых дел не могу делать. Господи, я даже каяться не умею. Господи, я даже молиться не научился. Господи, я грешу каждый день. Какой же я грешник. Боже, милостив, будем мне грешными. Вот тогда мы по-настоящему начнем молиться, кстати. Вот так, Боже, милостив, будем мне грешными. Потому нам нужно со смирением причащаться и исповедоваться. А вы хотите, знаете, лучше врага хорошего. Вы хотите вот прям как святая. Ну, не получится. Не льстите себе. Со смирением причащайтесь, как получается. И этого блага вам хватит. Бог видит и благие намерения целует. Можно лечиться гомеопатией. Как вы думаете? Ну, я не врач, не обладаю медицинскими знаниями. Есть у меня очень уважаемые люди, которых я люблю и ценю. Которые на гомеопатию возлагают большое упование, надежду, доверяют. И я, кстати, проникся этой мыслью, позицией. И думаю, что те люди, которых я уважаю и ценю, не могут ошибаться в этом. Поэтому я как-то эту тему не раскрываю, не изучаю. То, что решайте вы сами. Тут я вам не советчик. Прикрапление квартиры святой водой. Какое-то количество попадет на пол. Потом, ну, ничего страшного. Ну, и в храме. Ничего страшного, друзья. Здесь в этом смысле нам здравомыслие наше. Оно помогает. Потому что, ну, попало оно на лицо или попало оно на подошву вашей ноги. В сущности, какая разница. Кожа на голове или на лице, или на руке. И кожа, ну, грубо говоря, на ноге. Это одно, ну, как бы, перед Богом все одно и то же. То есть мы, как социально ориентированные существа, понимаем, что наступить – это проявление социального презрения, да? Попрать ногой. Но, с другой стороны, когда мы идем и наступаем на землю, ну, объективно, я иду и наступляю на землю. Это же не значит, что я попираю землю Божью ногой. Просто есть законы гравитации. По-другому я не могу. И вода святая, она падает на пол, потому что есть законы гравитации. И вы наступаете потом на этот же пол, потому что вы тоже подвластны закону гравитации. Вы наступаете не потому, что вы хотите попрать святую воду. А просто потому, что вы подвластны закону гравитации, так же, как святая вода. Поэтому тут надо четко вот это здравомыслие не терять. Если бы вот на полу лежал крест, и вы сознательно наступили, не дай Бог. Тут как бы слов нет, да. Однозначно это социально ориентированный акт. Человек публично или специально, или там намеренно на крест наступил. Это другой разговор. Ну а то, что мы наступаем в храме во время того, когда воду святую разливает, или когда батюшка крапит. Ну что ж нам теперь, по стенам ходить что ли? Так что тут надо здравомыслие не терять. Я понимаю, что вы, ну как бы, его не потеряли, но вопрос в голове-то, наверное, мелькал, звучал, появлялся. Вот вы и задали, а вот я и ответил. Так что все хорошо, не ломайте. Уныние ведь тоже грех. Как победить его? Нет надежды на завтра, апатия ко всему, как вытащить себя. Дорогая Галина, вот есть уныние, как некое духовное состояние, страсть. Страсть уныния, да, такое тоже бывает. А есть клиническое состояние, называется депрессия. Надо вот вы определить. Я тут, чтобы не наворочить дел, хотел бы сказать, что вам следует как бы поговорить, может быть, даже и с человеком, который занимается, соответственно. Может быть, клиническое состояние. И надо будет выводить из него. Если же это все-таки не так, а просто состояние духовное, то святые отцы четко советуют во время уныния заняться физическим трудом. Нагружайте тело. Мелкая моторика. Может быть, даже просто прогулки. Может быть, даже спортзал. Может быть, даже бассейн. Мы вот в нынешнее время живем в стерильных условиях. То есть за нас машинка стирает, хлеб там нам в магазин испекли, привезли. Ну, то есть все у нас максимально высвободили мы время на отдых. То есть я говорю о том, что раньше в пять утра с петухами вставали наши женщины, мели избу, топили печь, ставили щи в горшках, хлеб пекли, потом скот кормили. То есть вы понимаете, что такое жизнь всей той огромной цепочки поколений, которая за нашей спиной. Бабушек, прабабушек, прапрабабушек и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы, нынешнее поколение, мы высвободились из этого. Мы живем в идеальных парниковых условиях с точки зрения физического труда. А тело наше и нервная система, и мышечная, и вообще весь корпус нашего состава человеческого, биологического, он ориентирован на нагрузку. Поэтому, когда человек физически не выкладывается, не трудится, то страдает и другая система, духовная, душевная, в ныне впадает. Понимаете, панических атак, вероятно, не было у наших бабушек, прабабушек, которые думали, как прокормить семью. Панические атаки возникли как массовые явления. Я понимаю, что у вас не паническая атака, я просто как пример. Так оно возникло относительно недавно, в последние десятилетия, потому что мы живем в стерильных условиях. Потому что нервная система человека, она все века, все тысячелетия предыдущих эпох и поколений, наша нервная система была рассчитана на угрозу смерти. Там тебе зверя, может, медведь растерзает, голод пришел, стихия, ненастья, буран. Понимаете, я как-то работал в одном архиве, читал метрические книги. Люди от аппендицита умирали еще 150 лет назад. Массово. Массово, потому что никто не мог вылечить перитониты. Поэтому смерть и угроза жизни, она висела в воздухе. И нервная система человека, она с этим, ну, жила. А сегодняшнее поколение, мы даже кладбище за город спрятали, чтобы не видеть вообще. Максимально тема нашей смерти и конечности, она, значит, не звучала, не триггерила нас. И потому нервная система, она начнет глючить, по-русски говоря. Не по-русски говоря. Она начинает давать сбои. Человек в апатию впадает, в уныние, в тревогу, в страхи. Потому что нервная система, она рассчитана на какой-то внешний страх. Она рассчитана на то, что мы чего-то должны бояться. Мы должны чего-то опасаться. Понимаете? Веками так было. А сегодня мы живем в таких условиях, благополучных относительно прошлых поколений. Нервная система не понимает, с чем ей бороться, если все хорошо. И это превращает форму уныния, апатии, страха, тревоги, панической атаки в том числе. Восемь лет назад умер муж моей сестры. Он был хороший старший брат. Как старший брат. Когда он заболел, я часто ходила в церковь, ставила свечи, заказала молибель. Но я мало образованной была в этом деле. Поставила свечку, где ставят за упокой. Через пять дней он умер. Чувствую вину. Вы не волнуйтесь. Все это очень условно. В храме, там где ставят за упокой. Это очень условно. Ну то есть, да, мы знаем, есть канон, там о здравии. Но на самом деле, друзья мои, хоть где ставьте свечи за упокой и за здравие. Это очень условно. Это просто для порядка. Для некого, ну грубо говоря. Ну там, где служит панихиду, там стоит так называемый канон, где... Ну то есть, давайте так. С самого начала. В храме регулярно служится панихида, да? Она служится в каком-то определенном месте всегда. Ну просто там, где удобнее. Вот где удобно батюшке, там он служит. И там, как раз таки, где батюшка чаще всего служит панихиду, чаще всего и стоит этот тетропод, этот канон, так называемый, как в народе называют, куда ставят традиционные свечки за упокой. Все. Поставьте вы любую свечку за упокой на любом другом подсвечнике, ничего страшного. То есть, Бог примет эту молитву. Поставьте свечку о здравии, там, где ставят за упокой. Ничего страшного. Вот я совершенно искренне серьезно говорю, друзья, ничего страшного, потому что это очень условно. Неужели вы думаете, что Бог увидел? А, она ошиблась, не туда поставила. Ну извини, через пять дней он умрет. Неужели вы так думаете с работой? Нет, конечно. Так что, не волнуйтесь, нет никакой навыки в этом беде. Можно ли читать богородичные правила ежедневно? Друзья, вот сколько служу, не знаю, что за богородичные правила, не надо выдумывать сверх того, что церковь нам дала. Это мое глубокое убеждение. Какая моя домашняя молитва лучше всех для усопших? Для усопших читаем Псалтирь. Окей. Хотел уточнить, когда можно венчаться. Читал, есть определенные ограничения по календарю. Ну вот, у нас календарь открывается. Есть календарь венчания. Просто в интернете. Календарь и венчания на 24-й год, там все. Просто если сейчас будут перечислять, это будет очень долго и нудно. Перед этим мы должны исповедоваться. Да, перед венчанием исповедуются, причащаются. Да. Мы решили обвенчаться с супруга за... Ну, буквально полгода назад у меня выявили тяжелое заболевание. Я лечился полгода. Как будут обстоятельства с моим здоровьем, дальше известно только Богу. Я стою перед дилеммой, не будет ли это эгоизмом с моей стороны. Ведь супруге не так много лет. Ну, я понял намек. Смотрите. Венчание. Это акт абсолютно любви и доверия друг к другу. Я венчал однажды человека, который умер через, кажется, неделю. Он был тяжело, болен, сидел. И я полагаю, что это было абсолютно верно. И для него, и для нее. Так что не вижу никаких проблем. А вам желаю здравия. Вот. Я уверен, что за ваше смирение и за доверие вашей жены, за ее любовь, Господь воздаст вам здравия и долгими-долгими годами жизни. Причащайтесь, венчайтесь, Бог в помощь. Мы с мужем в браке уже 33 года. У нас замечательный сын, ему 30. Он, как и родной брат, живет в Белгороде. Мы бы хотели с мужем венчаться, мы очень любим друг друга, никогда не расставаясь. Мне 60, муж 61. Говорят, что это невозможно. Почему и что можно сделать? Из-за разницы во времени мы живем в Иркутске. Не могу посмотреть на муниципе. Татьяна, я вас успокою. Нет никаких возрастных ограничений для венчания. Между прочим, я венчал своих собственных родителей. Как вам подтверждение своих же слов. Так что, дерзайте, Бог в помощь. Венчайтесь до Великого Поста, который в марте начинается. Время есть. Так. Если кто-то из близких знакомых не поздравил с днем рождения, даже на словах. Бывало ли у вас так? Как не грустить, не ждать, продолжать с ней общение? Давайте я гляну на вашу фотографию. Ну, понятно, так я думал. Молодая девушка, цвета. С возрастом такие вопросы у вас. Сами с собой отпадут. Так вот, в качестве утешения скажу, что вот в этом году мне не так много людей позвонило, чему я сам был, как ни странно, рад. Потому что в этом году, на свой день рождения, мне очень хотелось как раз-таки побыть с мыслями, с Богом. В общем-то, побыть наедине с собой. Это не признак какого-то эгоизма. Или еще чего-то. Нет. Просто с возрастом, наоборот, все меняется. Продолжайте общаться с людьми, которые вас не поздравили или забыли. Ничего с в этом страшного нет. Не надо драматизировать. Жизнь меняется. Стремительно меняется жизнь. Мы взрослеем, у кого-то появляются семьи, у кого-то ребенок заболел, у кого-то голова болела, зуб болел, у кого-то телефон разрядился, у кого-то денег на счету не было. А у кого-то просто так случилось, что в жизни самого все изменилось. И он просто ни о ком больше не думает. Так тоже бывает. Не ожесточайте ваше сердце. Как Господь сказал, какая вам польза, если вы любите любящих вас? Никакой. Надо любить тех, кто даже про вас забыл в ваш день рождения. Вот это вот по-христиански. А вот вам советуют. Позвоните, спросите, если близко знаков. Слушай, вообще-то у меня день рождения был. Может, человек забылся и закрутился. Да не надо звонить. Ну, мне кажется, даже и звонить не надо. Расскажите про проклятие. Чем плохо тому, кого проклинают, и чем плохо тому, кто проклинает? Что с этим делать? В проклятии есть некая крайняя форма словесной ненависти к человеку. Абсолютное желание зла. И понятное дело, что тот, кто сам желает зла, и кто ненавидит, сам в этот момент одержим злом и ненавистью. Поэтому пользы человеку, который проклинает, от этого состояния, конечно, никакой не может быть. Ну, а для того, кого проклинают, вреда тоже не будет, потому что мы все защищены благодатью Божьей. Если человек крещён, ходит в храм, молится, то никакие словесные проклятия, заклинания и прочие гадости на него не действуют. Вот и всё. Так что вредит только тот, кто проклинает. Какую службу усопшему заказать полгода после ухода? Обеднюю, панихиду и ещё сорока уст. Вот три службы. Земные поклоны по воскресеньям, по правилу 6-го Всезеленского собора, кажется, Трульского собора, отменены. Но в некоторых храмах батюшки кладут. Это вот такой момент на усмотрение настоятеля чаще. Дочке 24 года я её воспитывал. Одна с сентября она решила снять квартиру и жить отдельно из-за дальней дороги до работы. Нет, я по возможности помогаю и очень могу. Нужно ли продолжать давать совет наставление, как это было раньше? Она пока не замужем. Татьяна, здорово и замечательно, что вас это волнует. Очень хорошо, что вас беспокоит, и вы очень деликатно подходите к этому вопросу. Потому что чаще всего, к сожалению, мамы даже не озадачены такими вопросами. Они думают, что их долг до гробовой доски назидать своих детей. Это вовсе не так. В конце концов, до 22 лет сформировался ребёнок, всё, аминь. Дальше только, если она сама просит совета, или если вы как подружечки уже общаетесь, перешёптываетесь. Это здорово. Поэтому вам лучше всего с ней это обсудить. Я думаю, она вам лучше, чем я. Это всё по-честному скажу. Можно ли вечером и в день причастия чистить зубы? Причастия стараюсь сразу проглотить, чтобы между зубами не стало ничего. Но всё равно спущает ситуацию. Виктория, можно и в день причастия чистить зубы. О чём я, как священник, который исповедует людей, вас дополнительно поблагодарю. Думаю, вы догадаетесь, по какой причине. Зубы, друзья, надо чистить в любой день, независимо от причастия. Что касается второго момента. Для того, запивка существует, чтобы после причастия вы могли некоторым количеством воды полностью эту ситуацию нивелировать. Так что не превращайте это всё в какую-то... Даже слово не подберу, но я не хочу. Но мне не нравится такой подход. Это такое псевдоблагочестие. Почему псевдоблагочестие? Почему псевдоблагочестие? Потому что мы... Ну, как в Писании сказано, там убоявшись страха, иди же не без страха. Боимся того, чего не надо бояться. Но у нас Господь с такими зубами создал, что между ними застревают микрочастицы пищи. Ну, что ж теперь? Бог не знал, что в момент причастия будет такая ситуация. Для этого создана запивка. Не надо. Не надо усугублять и ситуацию доводить до какого-то лёгкого абсурда. Я не хочу обидеть Викторию. Ни в коем случае не подумайте, что я вот там сижу и сейчас у тебя решила чехость. Это не так. Просто мы уклоняемся не туда. Мы начинаем бояться того, чего вообще не надо бояться. Но с точки зрения физики, что такое запах? Вот мы чувствуем запах. А запах, друзья мои, это молекулы. И наши рецепторы на молекулярном уровне улавливают. Ага, вот человек там закурил сигарету. Молекулы горелого табака попали вам в слизистую оболочку. И на рецепторы носа. А вот когда человек причастился или подошёл к причастию, вы чувствуете запах есть виноградного вина? В этот момент молекулы причастия, так сказать. Может, теперь так будем об этом говорить? То есть можно дойти до уровня... Ну, Бог же не призвает нас к молекулярной кухне. Понимаете? Везде должен быть какой-то здравый смысл. И с водой, попавшей на святую... С святой водой, попавшей на пол, что мы ходим. Ну, мы ходим, да. Это гравитация. Бог создал, мы будем ходить. Вода будет падать, мы будем по земле и по воде ходить. Которая там на пол упала. Понимаете? Грех, друзья мои, это сознательное противление Богу. Это сознательное действие, которое разрушает отношение Бога и человека. То, что вы причастились, и у вас там где-то частичка на некоторое время осталась, это не мешает вам быть с Богом. И это не выстраивает между вами и Богом стену. И то, что вы шли в храме, где батюшка покропил святую воду, и прошлись по этой святой воде, вы в этот момент не предали Бога. Так что надо нам разумно подходить к этим вопросам. К вечеру, раз усталость нет сил, можно и сократить учебные правила. Знаете, конечно, есть такая традиция, есть такой опыт, когда человек очень сильно встал, ну не важно. Как говорится, не в многословии вашем будете услышаны. То есть не от вычитанного правила, а от живой, искренней веры, благоговения, с которым вы помолитесь. Поэтому пусть там три раза ученаж прочитали даже, как так называемые Серафимовы правила. Может быть, и этого в вашем случае будет достаточно, чтобы Богу уделить время. Мне 21, мы с моим любимым человеком общаемся через 4,5 года, живем в разных городах. Возможность пойти замуж, жениться, начать совместное жительство нет, так как через несколько лет я учусь. Любить на расстоянии мучительно, очень не хватает человека, постоянные мысли о нем и слезы, что не может находиться рядом, как выдержать испытания разлуки, как облегчить страдания. Если все мысли только о том, что не может проводить свои годы, молодость со своим любимым человеком, ходить в кино, пожалуйста, не пропустите, помогите. Вопрос, наполненный такими деталями, точнее вопрос, ответ на который должен быть наполнен очень большим количеством деталей, о которых я не знаю, почему он не может приехать, почему бы вам в одном городе. Я понимаю, что задавая эти вопросы сейчас, у вас есть что ответить, естественно. Это было слишком просто. Несите крест, разлуки и закаляйте вашу любовь. Вот что я могу вам посоветовать. Любовь в данном случае, ваша любовь, она и проверяется вот этим временем, этими обстоятельствами. Вероятно, что нет никаких других способов сейчас быть вместе. но если это зависит от вашего молодого человека и он этим не воспользовался, то есть он может приехать и быть с вами, но этого не делают, тогда большой вопрос возникает. Так что тут вот я говорю, многое зависит от частности, от деталей, которые мне неизвестны. Но если это непреодолимые обстоятельства, ну не дай бог, вот он, например, где-то там в армии служит или сидит в тюрьме, я почему говорю, не дай бог, я надеюсь, что это не так, и никак он не может быть с вами, а вы учитесь там в другом городе. Тогда все понятно, ну несите, терпите. А если он может приехать, просто поменять место работы, но не делает этого, вот я бы здесь задумался. Так что тут, если никто из вас не может преодолеть непреодолимые обстоятельства какие-то, тогда несите вот этот крест, терпите, и печаль ваша в радость будет. Вот так. Знаешь, что за болящих заказывать ектени можно? Я неправильно произношу, можно ли заказать вам? Да, можно. Это дополнительные прошения на службе об исцелении. призричевый и полючь милости он понимал, как он на работе твоя болящая, на дре болезни лежащие. Так что да, есть, так можно. Что делать, если учеба в университете на втором курсе никак не дается? Постоянно мирные слины. Так, это продолжение вопроса, да? Изумно тяжело общаться. Очень большие у вас тексты. Обращался к психиатру. Терпи дальше. Стоит ли дальше? Желание пожить в женском монастыре. Так, вот первый вопрос, связан с молодым человеком. Теперь уже разговор про монастырь выявляет очень серьезное, нестабильное состояние, психологическое состояние вашей личности. Поэтому обязательно нужно, обязательно нужно посетить психотерапевта. Не надо этого бояться. Не надо. Тем более, это слово у вас прозвучало. Почему? Потому что это тот человек, тот специалист, который поможет в данном этапе купировать ту нервную, нагнетенную нервозностью, стрессами, триггерами, обстановку атмосферы, в которой вы находитесь. Вам нужна помощь. И она, эта помощь, вот сейчас, в данный момент, может быть оказывана вот таким специалистом. К этому надо спокойно и нормально отнестить. вот вы говорите, что у вас душит, нервные церкви и так далее. Это явный, вот нервный такой вот. Вы как пружина перетянутая. Это надо, с этим надо работать. Так что тут не про замужество. И вот я почему, наверное, на первый вопрос даже не смог как-то конкретно ничего ответить, потому что я вам скажу, совершенно искренне в голове мелькнуло, что какое-то детство, какая-то инфантильность в этом вопросе есть. Я вам очень искренне сейчас говорю, очень искренне. А вот второй ваш вопрос сейчас это раскрывает. Вы мечетесь. Состояние некой незрелости еще присутствует. и вам нужно повторюсь найти вот не о замужестве, не об учебе сейчас думать, о успокоении метущегося сердца, чтобы сердце успокоилось, душа успокоилась. Поэтому мне надо никакой монастыри женские ехать, вам там еще хуже сделают. В женском монастыре вам нужно смиряться, вас поставят на коровниках или там туалет мыть. Это будет вам еще тяжелее, чем сессии, уж поверьте. Поэтому ходите в храм Божий и обязательно к психотерапевту надо будет зайти. Хотя бы какие-то пропить лекарства. Есть там феназепамчики всякие, знаете, ну это я не специалист, естественно. Так что этим нужно гнушаться. Чем быстрее, тем лучше. Бог благословит, Бог в помощь вам в этом. Ирина пишет «Добрый вечер, как молиться и просить ангела-хранителя другого человека конкретно своих детей?» Своими словами. Возможно вопрос из области суеверия. Есть бумажные фотографии различной давности, но очень не нравится, за них неприятно. Все запечатлены о них живы. Например, я мой брат, как можно от них избавиться? Да сожгите, Господи, помилая. Третий вопрос. Спросил много лет Господа о чем-то или о ком-то и Господь послал все устровы. Пожив, какое-то время осознал, что не нужно это все. Теперь стыдно простить Бога вернуть, как было. Что делать в таких ситуациях? Не забивать эфирное время Богу. Просто, что первое в голову пришло, то я ответил. живите с тем, что есть. Просила, Бог дал, теперь мне это не нужно. Ну, какой-то детский сад. Просила, Бог дал, благодарите и живите с тем, что есть. То есть, вопрос про то, что у вас фотографии раздражают прошлого, прошлой жизни, или с прошлого. Это вопрос внутреннего нестабильного состояния. Вот мне кажется, в чем дело. Мои знакомые ходят на евангельские чтения в Кочетковское братство, собираются вступать. По ее рассказывают все похоже на секту, хотя, наверное, что-то не так. Это братство не отрицается, РПЦ отрицается. Кочетковцы являются как раз-таки такой вот формой отколовшегося, отколовшегося сущности. от Русской Церкви. В сентябре со мной в санатории в комнате жила женщина постоянно водила железной палочкой. Только через неделю она сказала, что прошло 9 уровней экстрасенсы. 2 года за октябрь декабрь была температура 39,1 сейчас зарезает десну. Друзья, дорогая, она не до вас так зовут. Это никак не связано. Иммунная система в сентябре, в октябре начинает ослабевать. Это сезонно. То, что температура, флюс, это никак не связано. Пожалуйста, сходите в храм и причаститесь, поисповедуйтесь. И все будет хорошо. Забудьте про эту вашу, значит, которая с вами жила, экстрасенс, Бог и Судья. Все, забудьте. Уныние, смертный грех, а если это диагностировано депрессией, по сути, психическое заболевание, есть ли в этом грех, или просто нужно молиться о спасении и оздоровлении. Причина депрессии тоже может быть греховная. Так что и каяться нужно, что вошли в такое состояние. Ну и, конечно, выздоравливать и лечиться нужно. Духовно и телесно очень близко здесь. После смерти человека день его рождения уходит в небытие и уже не отмечается рассылка. Почему тогда мы отмечаем Рождество Святых? Слушайте, это кто, кому удобно. Мы, например, отмечаем день рождения покойного нашего батюшки-отца Алексея. Приезжаем на могилку, молимся. Поэтому тут нет какого-то четкого предписания, как делать. Как хотим, так и делаем. Можно ли по просьбе родственников проводить танцы соборовного церковленного находящегося после инсульта в коме и при смерти человека? Если болящего, дни идут на счет, по мнению врачей. Ну вот у меня в жизни был случай, когда я как раз соборовал. Мария ее звали, женщина с обширным инфарктом, ой, простите, обширным инсультом. И там врачи говорили, что вечером она умрет. Я приехал из соборов. И несколько лет она еще в храм ходила потом. Я тут ни в коем случае ничего себе не приписываю. Было полно случаев, когда я соборовал, люди умирали, к сожалению. Но вот такой случай, когда было явное чудо, Божие тоже было на моей практике. Поэтому священник пусть приезжает в собор, там Бог решит. Мое мнение. После этого случая уж точно оно такое. Матвей Вертиков. Бывают ли такие сны? Чему снятся такие сны? Сны от лукавого, да? Ну, бывают. Сны такие, да? Ну, не надо об этом думать. Перед сном лучше перекреститься, помолиться, подушку перекрестить Матвея, и все будет хорошо. Так. Надежда, очень большой вопрос, цитаты какой-то Силлахвана Афонского. Прошу прощения, но вот я все-таки прошу, чтобы форматы вопроса были два-три предложения. Очень нас может это утомить, вот это чтение. Поэтому давайте переформулировать как-нибудь, потом я отвечу. В какие дни не рекомендуется и нельзя посещать усопших накладочек? Рождества и Пасхи? Ну, по сути, больше никаких. Как правильно себя вести на могилке усопших? Ну, прийти, помолиться, приложиться к кресту, все. Скажите, православная ли это молитва? Нет, это какая-то не православная молитва, сумма какой-то. Моя мама не считает греховно лечить горло какими-то молитвами, наговорами, наговаривать воду от сглаза и тому подобное. Нас все детство так лечило. Пытаюсь ей постоянно донести, она со мной не спорит, но мнение не меняет. Помогите, пожалуйста. А чем я здесь вам помогу? Лидия, ничем не помогу. Простите старого, учите, что мертвого лечить. Мы все это знаем, пословица не случайно такая есть. Не в обиду, но она есть. У нас пожилых людей, которые всю жизнь так делали, не переучим. Никакой Библии, никакими батюшками вы ее не переубедите. Молитесь за нее. Скажите, что батюшке задавал вопрос про тебя. Батюшка сказал, ни в коем случае так нельзя делать, но вы ее вряд ли переубедите. Вот и расскажите про наш диалог. Увидите, что ее это правда никак не зацепит. Какие молитвы читать по усопшему после 40 дней? Вера, ну можно читать псалтирь и продолжать по возможности. Просто открыли и псалтирь почитали. Одну кофизму, пол кофизмы, три псалма. Я сейчас читаю Ветхи Зет, у меня просто в голове не укладывается разница между тем, что говорил Иисус и что внушает Бог Моисею. Зачем возглавлял сердце фарона и так далее. Читать страшно прожат мертвых детей и так далее. Да, дорогая Юлия, вы правы, разница Ветхого и Нового Завета настолько очевидна, что сомнения возникают у многих. Неужели это один и тот для Господь так действует? Но увы, мы с вами мало представляем о том, каков был мир до пришествия Христа и это был мир, конечно же, наполненный жестокостью, несправедливостью и чудовищными грехами, поэтому Богу приходилось так действовать. Вот и все. Оно и в потоп. А Содома сжег Господь. Можно ли молиться у покоения за людей, которых никогда не видела? Конечно, конечно, можно. Серафим Саровский говорил, за Исидор Агафию молитесь, это его родители. Может, тоже их не видели, а Серафим Саровский просил всех молиться за своих родителей. И он говорил, что за Исидор Агафию ты будешь молиться того, из-за того я буду молиться у Бога. Так что это вот интересно. Так. Иудейская традиция предписывала отдавать первенцы в храм для посвящения Богу. Взамен Иосиф Обручник отдал двух горлиц. Почему именно горлиц отдал за наважден Иисус? Почему не посетил мальчика Богу по традиции? Вы немножко путаете. Христос по традиции был посвящен обрезан. Но поскольку он был единственным ребенком, то его в храме не обязаны были оставлять. А горлицы это одна из форм жертвоприношения самая доступная по цене. Потому что овечка и вол стоили гораздо дороже. Видимо насколько хватило денег. так я прочитал вопрос Мария что сестра покойному мужу который погиб на СВО читала псалтирь не могла остановиться читала 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 не могла остановиться что это было а это была беседа души с Богом потому что псалтирь это та уникальная книга когда читаем мы псалтирь мы с Богом общаемся словами благодаря святому Давиду мы входим в настоящее Богообщение слава Богу что у нее был такой опыт ее это будет утешать пусть читает посоветуйте доступное толкование на Библию Анастасия ну вот профессор Лопухин профессор Лопухин дореволюционное издание оно есть в интернете и в электронном виде совет но он не такой уж доступный там много апелляций греческому языку древним языкам вам понравится если вы любите а перед тремя канонами после их причастия нужно какие-то молитвы читать если каждый канон по отдельности нужны молитвы начинательные ну святый божий почи наш святый божий почи наш прочли и потом читайте уже по раздельности каждой канон вы ответили на вопрос узнаем ли мы близкие в той вечной жизни о памяти тоска с нами будет как вы думаете полагаю что мы апостол Павел говорит что мы вмиг изменимся мы по новому начнем чувствовать все поэтому я думаю что все это изменится у нас не будет тески можно молиться с непокрытой было можно как относиться к следующему у нас в селе кто-то занимается черной магией в основном это связано с тем что жители находят на участках куриные яйца закупанные в землю я нашла у себя цветники со стороны улицы отрезаны собачьи лапы их воткнули в рыхлую землю под недавно посаженный мной кустик как к этому относиться спасибо большое дорогая Светлана относиться с таким пониманием того что есть люди которые сознательно вступают в некие взаимоотношения с нечистыми духами в данном случае я имею ввиду черную магию этот человек набирает пепло на свою голову не на ваше вы хотите в храм Богу молитесь каждый день окропите дом и близ лежащую территорию святой водой и ничего не бойтесь вот и все помоги Господи вам что нужно приобрести на крестину для малыша как подойти заранее как подготовиться к родителям в будущем какой формат одежды вывод родителям многие слышали о знакомых о собеседовании что это такое Анастасия ну вот такой комплекс вопросов лучше задавать не в таком формате как сейчас мы общаемся а прийти в храм желательно тот где вы будете крестить и на все эти вопросы подробно вам может даже прям на бумажечку выпишут потому что ну тут узкая тема конкретно касающаяся крещения подготовки к нему вот она требует такого пристального и долгого ответа советую вам все-таки в храм пойти и там справиться на эту тему вот особенно вам подскажут как подготовиться к причастию к крестному и так далее 4 января похоронила внука было ему 3 года и 3 месяца никогда серьезно не болел как все дети возраста и вдруг двухсторонняя пневмония сепсис месяц реанимации смерть душа болит что не знаем как жить дальше вера пошатнула схожу в храм молюсь прошу Бога утешения как жить дальше до сих пор не могу поверить что моего Федюша больше нет Маргарита так и слов у меня нет выразить соболезнования и сострадания которые у меня в сердце сейчас вы знаете что и у меня тоже маленькие дети и тоже Федор есть страшная беда и горе я думаю что вот в данном случае читайте псалтирь для себя просто закрывайте дверь становитесь перед иконочкой читайте псалтирь бывают моменты в жизни когда не нужно ничего говорить ничего спрашивать я не говорю в этом нашем общении не говорю о том что внутри себя остановить поток вопросов сжать всю свою волю силу души в кулак и псалтирь молитвой спасать остатки сил жизни которая у вас я скажу еще так у нас только христос есть и у федюша который сейчас со христом в его блаженном царстве ведь господь сказал таковых есть царство божие дети наследники царства божьего абсолютно точно так что он сейчас со христом утешается у нас есть только христос больше у нас нет никакой надежды пусть христос и утешит всех нас я очень вам соболезную если хотите напишите мне в личные сообщения в шапке профиль есть ссылка в личные сообщения поговорим какие псалмы мы должны знать наизусть традиционно 50 и 90 в воскресенье можно ли вязать и перед причастием утро воду тоже нельзя пить воду нельзя пить перед причастием а повязать ну если на службе были да повяжите конечно усопшего новоприставленным считать до 40 дня до 40 перед венчанием спрятаться нужно в том храме где венчаешься или можно в любом инна ну лучше там где будете будете венчаться чтобы батюшка вас знал как понять слова евангелия в 17 главе сказываю вам в ту ночь двое на одной постели один возьмется другой оставится ну понятно да как понять спасибо смотрите это о том что суд божий нас действительно разделит в том смысле что каждый человек он тут не надо буквально понимать что всех ровно на две части нет конечно но то что мы не ожидаем случится что страшный суд нас ну действительно перед лицом божьей правды и лицом нашей жизни как мы прожили мы в разную участь можем указать неожиданно вот о чем речь недавно была операция идти в операционную строго запретили с крестиком очень переживала что пришлось снять крест но все хорошо прошло скажите пожалуйста не грех ли сделать литвировку в виде креста на груди или на запястье спасибо ну Елена не грех в том что вы сняли крест потому что в МРТ например да или еще какие-то другие ситуации когда мы вынуждены снимать крест это социально или по-медицински значимый важный момент но он не связан с отречением от Бога как надо понимать ну в баню в парилку когда мы входим тоже крестик вешаем надо совершенно ясно понимать что мы не отрекаемся от Христа этим жестом просто в этот момент в силу этих обстоятельств от нас независчивости так можно сделать вот и все и Господь в этом не будет нас винить или это нам вменять в отречение от Него не надо так было наколку нет не надо Псалтина на русском языке с перевода можно и даже нужно молодая женщина мечтает о ребенке но спутника жизни так и не встречена если она родит ребеночка в небо это будет грехом да свеклана это будет грехом хочется услышать ваше мнение когда читаете Евангелие за упокой после каких молитв ну вот знаете я дорогая Галина я советую в храм подойти с этой книжечкой вы фотографии прислали и чтобы сотрудница храма или батюшка вам прям пальцем тут надо чтобы вам пальцем показали прям знаете как на пальцах читаем мальчик и называем внуков можно так можно суббота главный день для усопших именно суббота традиционный день для поминовения а главного не может быть просто традиция есть я прочитал что за рукоблодию нужно выполнять эпитемию обещала Богу но потом сказала мне обещают но постараюсь потом узнала что эпитемию священника назначает и сама себе назначенную назначенную не стала исполнять вопрос то что я сама себе назначила нужно выполнять нет не нужно Александр павлюченко два вопроса если в районе женится не уходит замуж что там не будет прекрасных чувств романтики Александр вы очень плотски чувственно размышляете о рай царство божье состояние любви к Богу которая заполняется во все какая романтика романтика и то о чем вы пишете это гормоны гормонов там не будет почему нет коррекции у вас всегда вопросы они плывут по такой поверхности дорогой вот у вас есть духовник вы ходите в храм общайтесь со священником надо взрослеть надо уже сколько год или даже больше в эфирах а вопросы ну как будто бы ребенок 13 лет дорогой потрудись созревать потому что вот так по поверхности можно проскользить в свою жизнь и остаться вот не в глубину нашей веры православной войти а проскользить вот по поверхности и как горушка улететь как галька точнее праздный ум праздное сердце раз вопрос такие нет внутреннего глубокого анализа и системного какого-то подхода спрашивайте про романтику в раю нет непонимания непонимания царствия божьем не женятся не посягают на свадьбе говорит христос почему потому что потребности такой нет нет какой там романтики нет никаких гормонов нет желания размножения и саити там понимание абсолютной любви а абсолютная любовь не обусловлена плотью и плотскими вожделениями плотскими похотями это по-моему очень очевидная вещь надо зреть вам хотелось узнать ваше мнение по поводу идеи глобализма и интернационализма воплощение в жизни одной из них можно ли однозначно считать властью антихриста писание говорит что антихрист объединит практически весь мир вокруг себя под свою власть поэтому мое мнение оно с библией не расходится что действительно антихриста перед концом мира удастся совершить некий глобализм создать некое единое правительство и благодаря в кавычках интернету средствам коммуникации мы понимаем что это возможно 2000 лет назад когда писались эти вещи в апокалипсисе в это никто не верил ну как как один человек может управлять из Рима условно говоря управлять в других частях мира сегодня не понимаю как писалось тогда когда еще технически это было невозможно а уже тогда об этом не говорили купила в храме лопатку заметила что она подтекает что мне с ней делать в храм отнести просто сказать я даже можно денег не требую просто заберите меня вот и все на днях буду в Москве хочу пустить матронушку думаю что не получится попасть сразу и к мочам и к иконе подскажите куда нужно в первую очередь Галина в первую очередь конечно же к мочам тем более что сразу к мочам приложились повернитесь там сразу будет икона сзади висеть точно такая и к иконе сразу подойдете не надо на улице стоять это очень папа снится всем близко что посоветуете продолжайте молиться вот как вы описали царство небесное ваш москву в ночь 12 лет боится темноты спать одна боится ей кажется что за них кто-то наблюдает говорит что за них кто-то наблюдает посторонне подскажите начните ее водить в храм причащаться чтобы она молилась исповернулась и причащалась как церковь относится к искусственному интеллекту что нас ждет в будущем есть один богослов птиц Олег Стеняев который говорит что антихрист будет очевидно величайшим технократом технологом и что возможно искусственный интеллект одна из форм его власти вот ну то есть мы читаем что бесы например вошли в стадо свиное возникает вопрос что мешает тогда дьяволом дьяволу завладеть формой интеллекта искусственного то есть это такой вопрос открытый вполне возможно что искусственный интеллект будет одним из таких вот серьезных инструментов власти антихриста антихриста как часто нужно исповедоваться ну раз в месяц минимум а там можно и чаще поможем помоги господи отцу и здравия крещенскую крещенскую нато еще подскажите просто как найти для себя духовного отца елена пройдитесь по нескольким храмам поговорите с батюшками поисповедуйтесь у разных священников пообщайтесь и для себя выберите вот методом опыта при посещении храма на старе сделала замечание сначала при входе в храм надо поставить свечи на канон за упокой души с родников права здравия так ли это это вовсе не так в каждом конечно на старе свой устав но я впервые такое слышу у нас вот отсутствие любви к людям к ближним подменяется какой-то странной ревностью о выполнении каких-то странных зачастую совершенно непонятных даже мне как священнику традиций и обрядов все просто от того что мы людей не любим мы имеют как церковные служители которые должны встретить человека с любовью и услышать и обнять и выслушать и добросоведовать просто улыбнуться мы же лезем со своими странными никому не нужными правилами сюда свечку поставь сюда не ходи тут поклонись тут поцелуй туда пожертвуй и человек изнасилованный выходит из храма вместо любви вместо христианского приветствия получает порцию укора гневных каких-то окриков одергивания страшно 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 зато как бог потом нас всех спросит за такое если несправедливость вызывает злость как справиться негативной эмоцией и отпустить ситуацию читайте молитву любую отче нашу дина пишет очень хороший вопрос мне 42 церковь не ходила семья недалеко от церкви сейчас тянет туда на душе плохо не вижу вокруг ничего что пронеслило во мне покоя с чего начать дорогая найди храм где вот уютно и комфортно молиться и поставить нужно за правилом себе посещая храм регулярно это делать и дома молиться втайне чтобы никто не видел открыть там может быть псалтиль может быть утренние вечерние молитвы и немножечко понемножечку читать вот и вот так дина шаг за шагом воцерковляться можно то есть воцерковление через что происходит через общение молитву домашнее и церковное два крыла дома помолитесь и в храм божий приходите молитесь исповедуйтесь причащайтесь по возможности и вот вот это богообщение общение с богом через молитву оно вас начнет потихоньку шаг за шагом приводить в нужную форму церковной жизни вот то о чем вы спрашиваете можете мне писать спрашивать я всегда подскажу если через полгода если новопристав друзья ну у вас вопросы прости господи ну какая разница ну написала матушка на полгода человека новоприставлено ну ничего ну опечаталась запуталась это так важно да друзья так важно давайте уметь некоторые выводы делать самим давайте учиться этому ну очевидно что человек запутался или там замавился ну что ну бывает не будет в этом никакого греха не волнуйтесь нет в этом греха мой муж протестант но не верующий норвежец можно ли молиться о нем и приобретение им веры ну конечно да можно и нужно ведь хочется жить в семье во Христе вместе ходить на службу и воспитывать детей в православной вере муж не против крестить детей в православии но одновременно одной боюсь мне будет сложно их воспитывать в православной вере в другой стране с другим мировоззрением Юлия именно как раз то что вы в другой стране живете с другим мировоззрением и должно быть главным вашим стимулом главной вашей силой Поэтому Бог в помощь. Молитесь за мужа и детей с особым любовью, желанием, усердием воспитывать в православии. Понял Александра по поводу того, что человек замечание сделал. Забудьте. Надо уметь. Знаете, я как-то пришел в Александр Невской Лавра в Санкт-Петербург. Пришел по гражданке. Я был в брюках, в рубашке, в куртке. И мне позвонил телефон. Матушка позвонила. Я трубку снял. Что-то быстренько шепотом. Меня выгнали сразу. Я что делать, плакать будем? Ну вот так. Я же говорю. Жаль, что люди, верующие христиане, от которых все ждут, что они покажут пример любви, мы являем пример строгости, резкости, какого-то ревности непонятной. Такое ощущение, что и Христа бы прогнали из храма. Потому что не так одет или не так стал. Или не так покрестился. Поэтому, да, это большая проблема для наших сотрудников. Да, батюшка из храма говорит. А ну, говорит, выходи, у тебя телефон. Я уже положил. Все равно. Я охраняю. И не унимается, главное. Я уже телефон все дома иду, так сказать, в мачал. Смотрю, с охранником подходит. И охранник говорит, давай-давай на выход. Давай-давай-давай. Давай-давай. Конечно, да, было дело. Можно ли, если болеешь, пить с этой водой в течение всего дня? Да, можно. Ну что, друзья, 90 с чем-то вопросов. Сегодня прям рекорд. Я чуть-то подустал. Завтра мы едем туда. Везем вторую машину нашего гуманитарного груза. Прошу молитв. Потому что это все тяжело видеть. Тяжело видеть наших ребят. Кровь. И все, что там, конечно, это друзья, это так вот отрезвляет и меняет наше понимание, наши проблемы. Не проблемы. Так что, прошу молитв. А, еще вопрос. Извините, что надоедаю. Но в том-то и дело, что я уточнил и переспросил и матушка укрепитель сказал, что до года считать на его приставленным. Ошиблась, матушка. Все, вам батюшка отъедет до 40-го дня. Сколько можно эту тему елозить, скажите. Ну, друзья, ну че мы такие занудные. Вы спросили, это же уже третий вопрос за вечер. Я вам ответил. Считается до 40-го дня. Женщина, которую вы называете матушкой, сидит в церковной лавке. Либо не очень нацерковленная, не очень грамотная. Я не знаю. Но я вам ответил, как есть. До 40-го дня новоприставленное. Новоприставленное. Что это значит? Это значит, что этот человек приставлен на 40-й день новый, то есть умерший. Он на 40-й день приставился. Перед Христом он пристал. Понимаете? Поэтому новоприставленный. После 40-го дня он уже не новоприставленный. Можете этой матушке прийти часть эпизод этого видео моего ответа ей показать. Может, она перестанет людей смущать. Как вас она смутила? И меня простите. Не подумайте ничего плохого. Ну, просто тему выгненного яйца не стоит. А спать хочется. Где можно узнать, какой батюшка служил в храме в деревне Шмарной? И что стало с ним? Спрашиваю, потому что там мои дедушка и бабушка жили в его доме по рассказам бабушки. Села Шмарная, Танцета, Роскольский, Режице район. Где узнать? У нас есть отец Владимир Русин. Он служит неподалеку от старого скола в селе. Ну, я могу дать его. Найдите отец Владимир Русин. В интернете его телефон есть. Он такой известный батюшка. И он у нас археолог. Я думаю, он вам подскажет. Владимир Русин. Священник. Полтора часа уже идет. О, ну да, пора спать. Все, братья и сестры. Спаси Господи. Не обижайтесь на меня. Тоже человек. Тоже устал. Сегодня такой день очень насыщенный был. Всем поклон. Спасибо за добрые слова. Все вижу, читаю. Вам дело хранительное, дорогие мои сестры. Субтитры сделал DimaTorzok